дорогие друзья привет всех рада видеть если вы перешли пришли впервые на мой канал вас привлекло название ролика то я вас приветствую и объясню почему чем вызвано это видео в последнем видео я рассказывала о том как перенесла к вид и чем было чем было отягчено течение болезни сама болезнь прошла бессимптомно но это и сам вирус никак по моему не подействовал у меня был было урви которое до сих пор не прошло но вернее прошло но оставила осложнение вернее нет у меня хронический видимо гайморит и вот ну гайморит остался небольшой такой только одна гайморова пазуха поражена было этих отехчено нормально звучит это слово в общем вся эта болезнь была осложнена вот этими внешними обстоятельствами тем что я как раз сдавала вступительные экзамены в аспирантуру и мне оставили дети уехали оставили нянчиться меня при всем при этом при том что мне нужно готовиться к экзаменам и ездить их сдавать очно требовалось сидеть с двумя маленькими детьми один раз четырьмя у меня четверо внуков и вот ну вас зрители не так много посмотрела но вот тем не менее и в основном у меня мои зрители те кто ко мне относятся весьма доброжелательно и и все-таки попалась одна зрительница ну может быть не только она одна такая наверное больше но написала комментарии только одна с комментарий звучал следующим образом точно не ручаясь за точность сантаты это стату наверно сюда приведу удивляюсь зачем в таком возрасте поступать в аспирантуру или зачем в таком возрасте учиться я я просто поражаюсь некоторым людям о я кстати вспомнила ее зовут тахмина в неке есть имя тахмина и вот ну я зрительница ответила что ну как зачем затем же знать зачем и всем остальным и не в возрасте зачем люди аспирантуру поступают ну чтобы учиться чтобы продолжать заниматься наукой ну в моем случае другое дело вопрос почему так поздно почему не я не знаю что злит тахмина может быть она сталкивается с тем что но может быть она тоже хочет заниматься на то есть хочет заниматься и занимается наукой но ей мешают сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста занимающие вакансии может но только только такое обстоятельство как мне кажется может может так сильно злить во всех остальных случаях это вообще не должно как-то как-либо волновать ну вот я не знаю обязана ли я отчитываться но не но нет конечно это вопрос риторически как вы понимаете ну мне мне бы лишь повод поболтать на камеру что-нибудь объяснить и возможно кому-то это видео пригодится кто тоже находится в плену подобных предрассудков и стереотипов и тем самым закрывает себе или другим дорогу вот вот что нехорошо не на нехорошо находиться в плену этих предрассудков когда они тормозят тебя ты могла бы что-то чего-то добиться что-то сделать для других какие-нибудь эйджи ские предрассудки тебе помешали это сделать время упускается и дальше становится то есть возраст он не убавляется он добавляется то есть чем больше ты тянешь тем убеждение что в возрасте не нужно ничего такого чего-то такого делать но в определенном возрасте нельзя чего-то такого делает что можно в другом она еще сильнее становится более действенным более явным если принимать его за истину но вы поняли короче говоря если если тебе говорит зачем тебе в 55 лет поступать в аспирантуру ну подумай что люди скажут всем будет смешно мне будет стыдно за такую маму бабушку дочь вот если на это обращать внимание то в 56 лет в 56 57 60 70 этот аргумент будет еще более сильным вот ну что касается лично меня я бы сама тоже не я не такой уж смелый человек и вовсе не ставлю целью во благо других бороться с предрассудками и собственным примером показывать как надо меня в такую роль поставили обстоятельства в то время когда мне было там ну когда я закончила институт это было 23 24 года был 89 год ну то есть на пороге 90-х я стояла когда вообще все вся экономика и не только экономика но и государство полностью развалились и я со своей специальностью экономист геолога разведочных работ себе применила и работать я не могла то есть ну некуда мне было встроиться к тому же мне в общем то больше у меня был один ребенок потом родился в девяностом году второй ребенок и у меня собственно было чем заняться кроме работы и я с удовольствием растила детей наслаждалась их младенчеством ну и вообще детьми наслаждалась и так я их вырастила в общем я толком не работала нигде пока они не закончили школу и университет в общем освободилась я к этой какой-либо деятельности к тому времени когда они закончили институт университет получили высшее образование ну собственно в этом я ничего вообще плохого не видела меня это не тяготило жила я в казахстане в городе октябинске работал муж я немного занималась предпринимательством коммерции что называется чем чулночеством сначала мы ездили с мужем пока потом он нашел работу он геолог кстати это же в геологии из геологии он как-то выпал он нашел работу в транспортной брокерской компании и затем после этого он занимался строительством ну сам был предпринимателем вот а я сидела дома и у меня был небольшой отдел в магазине где я продавала сувениры за которыми сама ездила в москву с сумками с баллами ну это продолжалось ну довольно длительный период но когда дети закончили школу у меня уже не было то есть мне это ну скажем так это просто занимало мое рабочее время и немного немного давала денег на хлеб то есть каких-то больших накоплений мне не удавалось делать ну вообще чтобы быть предпринимателем нужно обладать таким некоторыми способностями к этому не столько даже в общем немного мне не хватало жадности немного мне не хвастало умение управлять командовать другими людьми и всерьез я не рассматривала если бы я была вынуждена одна кормить детей я бы конечно а поскольку я полагалась на мужа то я просто занималась этим в свое удовольствие вот так будет правильно сказать вообще во многом вот этот инфантилизм он мне мешал или помогал ну ладно не буду давать оценку мешал или помогал он присутствовал есть во мне есть конечно есть жалею ли я сейчас что тогда не пошла и не стала заниматься наукой ну да жалею но в тех обстоятельствах где там в актебинске заниматься наукой ну да там есть там есть два хороших вуза которые с советских времен еще остались даже три но один из них летное училище мы его не берем в расчет для меня я там не знаю куда бы я там могла встроиться а вообще конечно заниматься научной работой можно было бы и в этих вузах но вообще живя в актебинске я не смогла устроиться на работу так два раза я была официально три раза я была официально трудоустроена первый раз я действительно через бюро трудоустройства центр занятости получила работу с которой через три месяца же вылетела то есть как легко взяли на работу так и очень легко избавились от меня взяли меня главным бухгалтером но я бухгалтер я экономист бухгалтер я вообще никакой ну то есть надо бухгалтерский учет знать чтобы работать и не справилась я с этой работой затем силы потише немножко наружу затем следующий раз я уже когда дети закончила закончили школу наконец устроилась знакомый мужа с помощью знакомого мужниного одноклассника устроилась на работу в стат управления это была очень хорошая работа она мне нравилась во всех смыслах кроме того что там мало платили и еще меня одно не устраивало что это не по моей специальности мне все таки хотелось реализовать свою реализоваться по той профессии которую я получила закончив московский вуз да закончила я московский георазведочный институт который сейчас называется российской государственной георазведочной академии по моему так или университетом вот и вот когда я проработала полтора года в стат управления одна знакомая меня пригласила к тому времени геология до более-менее стала вставать на ноги она конечно уже перестала быть такой целой большой отраслью хорошо финансируемой народного хозяйства это в основном такие работы прикладного характера то есть есть нужда в геологической разведке ну и вообще сама структура поменялась вот эти понятия все стадии геологоразведки уже теперь не те которые нас учили но суть не в этом в общем меня взяли в эту георазведочную организацию где я работала по специальности экономистов георазведочной организации выполняют то как нас учили выполняли разные функции то есть это был отдел труда и заработной платы где занимаются разработкой тарифов ну в общем где тарифицируют геологоразведочные работы то есть как оплачивать тот или иной труд по каким тарифам вот этим занимаются разработкой этого занимают занимались экономисты труда и заработной платы и считали по этим же тарифам они начисляли заработную плату а другая сфера деятельности планирование планирование и организация и тем и другим в этой организации в которой меня взяли я занималась другое дело что статус какой-то был такой немного размытый было непонятно чем заниматься в организации тогда не было юриста и например сбором документов для тендеров что для участия в тендеров занималась тоже я опять же по моему полтора года я оттуда ушла меня сократили ну сократили это официальная версия на самом деле я не поладила с директором нет не так не поладила мы с ним все время гавкались это уже стало как бы нашим стилем общения к этому как-то не мы оба привыкли хотя нам обоим это не нравилось мы хотели уйти от этого сложившегося стереотипа но нам не удалось а и да да прокололась я один раз считала в общем работы выполняются заключается договор на определенный объем работ и затем он оплачивается либо разом согласно договору либо поэтапно ну в общем так как как сумеете договориться нужна сейчас организации нужны деньги вот они заказчиками договариваются вы нам сможете оплатить такую часть работы и там я расписала объем работ по факту а нужно было смотреть как по проекту должно было быть и получилось так что я закрыла определенный объем на определенную сумму по факту метры ну там бурение допустим определенные категории породы определенной твердости тарифицируется определенным образом и по договору согласно договору были одни метры столько-то метров в такой категории столько метров в другой категории какие-то дорожки какие-то дешевле и я закрыла по фактическим ну как мне геологи дали я так и закрыла и получилось что дальше когда остаток мы берем договоров оставшийся метр вторую часть договора чтобы закрыть у меня не осталось нужных метров и я на эту сумму оставшуюся не выхожу и я об этом докладываю директору что делать если бы я знала что это так обойдется что это для него станет поводом меня уволить то я бы конечно посидела подумала покрутила бы так и эдак нашла бы как объяснить это сформулировать правильно и вышла бы на нужную сумму но поскольку директор ну я сочла нужным поставить в известность директора вот я и сама подрубила тот сук на котором сидела в общем не надо быть в общем хитрость надо включать и вообще вот это вот моя склонность к правде к честности меня часто подводила то есть это слишком большая роскошь быть кристально честным хотя меня это ничему не научило я по-прежнему продолжаю оставаться ну быть честным же намного легче чем быть хитро в общем так и вот эту работу я потеряла я сейчас к чему это все рассказываю ну наверное к тому чтобы показать какой я человек какая я личность незрелая незрелая в общем я по-прежнему после этого сидела дома и по-прежнему была убеждена в том что мне на работу никак не устроиться только если без знакомства мне работы не получить нет но бывают такие люди которые пойдут с улицы и найдут себе работу какую им хочется и и работают и выбивают себе а зарплаты побольше на такие вменяемые на которые можно как-то существовать как кормить и одеваться вот к этому моменту сын уже заканчивал университет нет еще не заканчивал в общем до тех пор пока дети не закончили университет я так и сидела дома уже без предпринимательства было ну кстати да когда я потеряла работу я уже пошла в интернет работать копирайтером и было прямо тяжелое время в это время и муж потерял работу и мы сидели уже на мою на мой заработок от этой от этого писательства и копирайтер я тоже была такой честный меня взяли собственно не за копирайтерство то есть не за собственно авторские тексты а за рерайт а я же не могу рерайтить вот как ну на ту сумму которую мне платили мне надо было просто брать тексты и действительно рерайтить переставлять слова местами перефразировать вот такой труд оплачивался потому что платили очень недорого я же сгенерировала своим мозгом оригинальные тексты это были килотонны килознаки гигазнаки текстов в месяц ну чтобы более-менее такую сумму получить тогда у меня был кредит который мне надо было закрывать ну в общем мне важно было кредит платить и услуги интернета ну в общем телефон оплачиваешь чтоб телефон не отрубили вот это и желательно чтоб еще что-нибудь покушать оставалось вот и это тоже продолжалось года два-полтора вот в это время дети закончили университет ну восьмом случае старший сын закончил университет и поехал в Улан-Удэ в Улан-Удэ живут мои родители и там я каждый год ну это я для тех рассказываю кто первый раз видит и там мы каждый год каждое лето бывали ездили с детьми и в общем для детей это как бы второй дом и сын поехал в ну кстати нет не сразу он после университета он закончил промышленный дизайн в нашем там в октябинском госуниверситете и поработал некоторое время по специальности он кстати работал и во время того как учился потому что надо было учебу оплачивать да и к тому времени у папы что-то какие-то у мужа какие-то дела более-менее пошли он работал когда-то сын сам зарабатывал на то чтобы оплачивать учебу когда-то отец давал я по-моему не зарабатывала столько чтобы у меня оставались на это в общем на мне как-то была еда и то не всегда на мне был интернет он мне собственно больше всех нужен таким образом получилось что дети перебрались постепенно в Алан-Удэ через некоторое время в то время вот 2013 я уже стала у меня появился вот этот блок и дети в общем а дети в это время были в Алан-Удэ в 2013 году они решили жениться они женились на местных девушках в Алан-Удэнках и в общем получается тут они бросили корни пустили в Актюбинске мне стало совсем нечего делать муж кстати с помощью моей подруги которая раньше была его коллегой теперь мы с ней были подруги ну то есть мы с ней большие подруги чем они с мужем с моим мужем помогла ему устроиться на работу в геологию вернуться он был без работы и в общем он вернулся в геологию стал осваивать новые специальности но мой муж поисковик геолог уранщик по образованию а работать ему пришлось в геофизике делать анализы вот геофизически ну в геофизических скважинах неправильно говорю ну наверное в старых терминах это геофизическое исследование скважина но на нефть то есть на нефтянку нефть это вообще совершенно другая отрасль не наша геолог развитка которой мы учились в общем да пришлось ему переучиваться и своим собственным умом доходить и там что-то и английский осваивать в тех объемах потому что работали на иностранцев и заполнять надо было документы надо было заполнять на английском в общем ему так тяжеловато пришлось и к тому времени мы уже начали расходиться мы кстати так официально и не развелись все еще ну это из-за вот этих обстоятельств что я уехала а вот и то есть я здесь совершенно сижу в актюбинске мне я тут никому не нужна а вот в Улан-Удэ я очень нужна и даже не столько детям сколько маме мама заболела и я приехала в Улан-Удэ стала ухаживать за мамой и со временем очень долго я вот не хотела терять во-первых мне было жалко терять казахстанское гражданство ну я точно не знала определиться стоит ли мне менять это гражданство утрачивать его потому что дети может быть захотят вернуться дети тоже не определились тогда они не говорили четко что мы не хотим принимать российское гражданство и хотим оставить казахстанское гражданство такой определенности у нас не было и поэтому я долго жила вот так вот есть то здесь то в Улан-Удэ то в Актюбинске потому что ну этого требовало отсутствие регистрации вот этот статус иностранца иностранного гражданина и в общем со временем вот так вот лет пять стало понятно что надо уже потому что законы все строже и строже становится дошло до того что ты можешь только три месяца находиться в России затем ты выезжаешь должен выехать за пределы РФ и не возвращаться три месяца то есть уход за мамой требует постоянного присутствия и пришлось мне двигаться в сторону принятия гражданства России я запустила этот процесс и стало понятно что мне лучше вступить в госпрограмму содействия переселения соотечественников и когда я спросила в миграционной службе что мне ну и что я хочу вступить в программу они сказали а что у вас вот ну какая специальность вам нужно в общем чтобы быть в программе вам нужно обязательно уже быть трудоустроенным официально по той специальности которые вы показываете в программе и либо в условиях этой госпрограммы по Республике Бурятия есть еще получение высшего образования меня все время этот пункт ставил в замешательство как же получение высшего образования когда оно у меня есть какое еще и в общем и совершенно случайное обстоятельство когда я узнала что сестра учится в магистратуре ну она так по тихому не особо афишируя поступила в магистратуру и я подумала я тоже хочу и вообще я всегда хотела заниматься историей вернуться в науку только я не представляла что это возможно в таком возрасте уже близком к пенсионному и было решено что я буду поступать в магистратуру как то заочно можно было подать документы еще с весны и я как то зашла на сайт университета и подала заявление но официально приемная комиссия начинает работу с 20 июня и тогда же в тот же день мне позвонили и сказали нести документы вот в общем так запустился процесс причем не сразу первый год я пропустила второй год я тоже что-то там ну еще не решилась потому что трудно же решиться действительно в таком возрасте в общем прошло еще два года когда я подумала что это возможно и когда дошло до дела то есть время уходит все время все ближе и ближе к пенсии спасибо Путину что запустил вот эту пенсионную реформу и отдалил пенсионный возраст огромное спасибо тебе Вовочка вот и короче говоря вот так я стала студентом магистратуры и ну то есть обстоятельства меня вынудили к этому когда я непосредственно уже работала над своей темой над своей диссертацией магистрской меня это чрезвычайно увлекло и мне стало понятно что да заниматься научной работой для меня возможно и пофиг что возраст я как-то я вообще первый раз я когда поступила в университет я первый раз 1 сентября не помню как осень сентября у нас начались занятия может пятнадцатого а может и первого я боялась туда идти в университет думаю как я там такая приду такая старая и когда я дописала и успешно защитила свою диссертацию во-первых меня увлекла тема потому что ее захотелось дальше продолжить работу над ней во-вторых когда ну когда встает вопрос об аспирантуре в этом возрасте это как-то уже не так смешно как магистратура хотя мне уже и магистратура не смешно в том плане что ну да поступать в аспирантуру может быть да это больше свойственно людям 30-летним защищать кандидатскую в этом возрасте вроде не так стыдно не так стремно вот как я рассуждаю а когда я уже защищу кандидатскую я полностью сравняюсь со своими ровесницами и ровесниками вот только три года потерпеть и поработать как следует почему папа возражал и ну что я пойду туда же в ту организацию где он работает люди будут ухмыляться ну действительно наверное люди будут ухмыляться но ухмыляются потом привыкнут ничего страшного я покажу своим трудом своими достижениями на что способны и перестанут люди согласятся да это стоило того чтобы а если нет если не покажу если достижения не будет ну ну уйду попытаться то стоит вообще я уже как-то когда я погрузилась вообще вот в эту тему ну у меня феминизм вообще всяческие всякого рода предрассудки угнетения дискриминация по там по тем или иным признакам встали для меня в один ряд и сейчас такое время ну может быть эра толерантности еще не наступила но сознание безусловно в обществе меняется и если вы считаете что в определенном возрасте не стоит делать определенные вещи или или кому-то там допустим женщинам не стоит чего-то делать мужчинам что-то делать зазорно и тем более если вы там нетолерантны и проявляете это публично свою нетолерантность к людям определенные или нет или даже не определенной сексуальной ориентации или самоидентификации гендерной то вы остаетесь в прошлом веке а мы все остальные идем дальше вот так вот так сейчас наше время устроено я живу вот в этой парадигме и многие так живут и уже не совсем прилично становится как-то публично заявлять обратное и хотя все иные согласно с нынешним взглядом ну в частности это у фукуямы и в его работе идентичность освещается обсуждается хорошо хорошо детально что все объясняется идентичностями что непризнанные идентичности хотят признания и что вот даже все обратные явления и вот все вот эти вот экстремизм религиозный либо то что там реднеки избрали Трампа или Брекзит или недовольство мощной волной миграции в Европу это все да это все попранные не попранные а это все люди с определенной идентичностью чувствуют некое ущемление своей идентичности и хотят чтобы их идентичности были признаны то есть это все явления одного порядка вызванные одинаковыми мотивами понятно или нет ну то есть то что мигранты в Европе хотят там отправлять свои религиозные обычаи веры свободно без оглядки на кого либо это то же самое что когда те кто боится слишком большой экспансии но экспансии возьму в кавычки миграции и иностранные миграции в их страну боязнь того что их идентичность будет будет попрано и все размоется то есть мы как бы мы европейцы перестанем быть европейцами это явление одного порядка это все то же самое вот и как это относится ко мне ну то есть то есть если я достигла возраста 55 лет это не значит что я не хочу учиться это не значит что мой мозг не способен выдавать что то полезное для науки для развития науки что я не могу своего слова сказать ну внести свой вклад в науку вот что это значит поэтому перестраивайтесь смиритесь и феминизм уже наступил и и люди в возрасте могут делать люди в определенном возрасте могут делать то что люди в другом возрасте в общем вот так вот нет дискриминации ну по-моему я все сказала что хотела извините что длинно может быть вам было не так уж не интересно я очень надеюсь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите все что вы думаете по этому поводу по поводу того что я сказала и жду вас в следующем видео пока с вами была Аюна а